В прошлом году Балашихинский родильный дом получил международное звание больница, доброжелательная к ребенку. Это значит, что весь персонал от санитаров до главного врача придерживается и активно пропагандирует политику грудного вскармливания. Гости из Швейцарии были удивлены уникальному документу. В роддоме есть специальный протокол о грудном вскармливании. В нем доступно объясняется, почему молоко мамы так необходимо младенцу и почему отказывать ребенку в материнском молоке не следует. К счастью, очень многие мамочки, которые читают данные согласия, они вникают в это и заставляют призадумываться, а все ли я могу, отказавшись от грудного вскармливания, всего на всех, что не стоит мне ни копейки денег, насколько я могу при первой встрече с ребенком дать ему все необходимое и заложить то здоровье, то взаимосвязь тесную, на которую в дальнейшем она будет рассчитывать. Техники грудного вскармливания пациентов обучают на курсах в школе матерей еще до родов. Поэтому первая встреча с малышом обычно проходит спокойно. И даже если беременную пришлось оперировать, специалисты всячески помогают ей в сцеживании молока. В целях сохранить первую дозу лактации Денис Аксенов, заведующий отделением для новорожденных, сделал изобретение. Теперь, например, и недоношенные малыши смогут получить те самые драгоценные капли материнского молока. Я понимал, что собирать 1-2 мл с помощью молокоотсоса – это нереально, и нужно было что-то придумать. Поэтому я добавил дополнительный порт в воронку имеющуюся, в которую можно подсоединить шприц и забирать молоко уже с первых капель. Иностранцы были удивлены и показателями роддома. За этот год здесь проведено уже почти две тысячи родов, и только 170 из них прошли неестественным путем. Нас особенно интересовало кесарево сечение, потому что в этой клинике показатели по нему значительно ниже среднемировых и среднероссийских. Это 10%. Нам очень хотелось узнать, как они этого добиваются здесь. Балашихинский роддом – один из самых современных в России. Рассчитан он на пребывание 150 женщин одновременно. Есть здесь 12 реанимационных палат для мам и новорожденных. Но главное – уникальный персонал. Именно поэтому в роддом приезжают будущие мамы из соседних городских округов всего Подмосковья и даже Москвы. Елизавета Черняева, Александр Попов, телеканал Реутов.